Республика готовится к жаркому лету. По данным синоптиков, уже в конце мая погода сильно порадует жителей южных районов, а большая часть республики будет охвачена теплым циклоном в июле-августе. А значит, высока вероятность лесных пожаров. Все силы приведены в готовность. Подготовлен личный состав летчиков-наблюдателей, парашютистов-десантников. В этом году на борьбу с огнем выйдет новая техника. Ее закупили на федеральные средства. 70 миллионов рублей были выделены в рамках национального проекта на приобретение вездеходов и пожарных автоцистерн. Проверка у нас завершилась. Две недели у нас были проверяющие из департамента по северо-западному федеральному округу. Мы готовы. Ну вот так похвастаться таким результатом, наверное, или гордиться таким результатом. Миссии регионы могут, потому что очень много требований. Законодательства с каждым годом ожесточаются, потому что лесные пожары, последствия серьезные экономические, социальные. Поэтому порядка 30 критериев нужно выполнить для того, чтобы получить такой акт. Федеральную поддержку республика получит и на дноуглубительные работы. В ближайшие три года с 2025 по 2027 годы планируется провести очистку дна Печоры. На 6 километров реки уже согласовано федералами 24 миллиона рублей. А в этом году дноуглубления завершится на реке Большая Визинга. Очистка реки экономически очень выгодна. 65 строений рядом с рекой больше не будут подтапливаться весной, а донный грунт можно использовать в хозяйственных целях. К примеру, при отсыпке дорог и благоустройстве территорий. Оздоровление водных объектов. Эту программу, на мой взгляд, анонсировали нацпроект, что будет отдельно, и мы стали к нему готовиться. Порядка 70 предложений мы собрали по региону и отработали это с Двинско-Печорским бассейнным управлением. Но сразу скажу, что акцент у этого нацпроекта на южные территории, поскольку они представляют интерес для сельского хозяйства. И вот как раз водные объекты, мелиоративные какие-то мероприятия запланированы по южным регионам. По северным, по Байкалу вообще отдельный нацпроект есть. По северным очень немного заявок. Мы направили предложение, ждем рассмотрения. В этом году республика впервые получила федеральные средства на ликвидацию свалок. Деньги, конечно, небольшие – 6 миллионов рублей. Но 15 несанкционированных полигонов в лесах на эти средства удастся очистить. Всего же по республике таких 149. Больше всего свалок в Усть-Кулуме и Прелузье. А, к примеру, в Усинске нет ни одной. Восемь камер мы приобрели, фотоловушек. Мы их сейчас как раз получим и установим. В лесах? Да. Будете ловить и наказывать. А кто их будет смотреть? Это режим онлайн будет? Да, режим онлайн. Успеческа? У нас будет человек, который будет отслеживать. Коми может стать пилотным регионом при рассмотрении поправок в лесное законодательство. Речь идет о вырубке деревьев вдоль рек на территории защитных лесов. Проблему с дровами озвучивали жители некоторых сел. Муниципалитет, с которого поступил вопрос, это был Печорский район. Там особенность и труднодоступная территория. А еще там очень много кедра. Кедр у нас занесен в Красную книгу. И вот особенность географическая и природная именно этого региона, то, что кедр там везде растет. Вторая особенность, что это защитные леса вдоль водных объектов. А у нас населенные пункты, из которых поступили эти обращения, они все вдоль рек. Мы сейчас разработали законопроект, который направлен на то, чтобы муниципалитеты уже собирали предложения и разрабатывали свои программы. И уже являлись заготовителями этого леса. Либо через предпринимателей. Поэтому он обсуждается. Основные пункты сейчас прокуратуры по согласованию проходят на ближайшую сессию моего. Но это законопроект, который результат работы рабочей группы Рослесхоза, Совета Федерации по поручению главы республики. К слову, за охраной природы внимательно следят лесники. Ответственность большая, браконьеров немало, а зарплаты небольшие. Но с 2025 года ситуация в корне поменяется. По поручению президента со следующего года региональным лесникам, а также метеорологам поднимут денежное довольствие. Решение уже принято на федеральном уровне. Татьяна Супряткина, Олег Костромин, Телеканал Юрган.